Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Во-первых, я хочу напомнить в очень важном. Это то, что многие-многие, кто ходит к нам и читает наши материалы и слушает наши эфиры, они правы. Почему? Потому что там выходят замечательные совершенно материалы, особенно в это непростое для страны время и для наших городов. Поэтому я вам всячески рекомендую, кто еще не успел подписаться на нашу рассылку, кто не заходит на страницу континента в соцсетях, в Facebook в частности, сделайте это, потому что вот прошел буквально на днях материал, скажем, того же Якова Фрейдина, который на народной выступал, и его десятки тысяч человек прочли, мы имеем массу отзывов и так далее. Но это только один пример. Там же и Григорий Гуревич, там и Елена Пригова и так далее, и так далее. Прекрасные материалы. Это первое. И второе. Приглашаю вас очередной раз на наши эфиры ТВ-клуба «Континент». Буквально вчера была у меня интересная встреча с господином Сытиным из Москвы, доктором исторических наук. А завтра мы выставим беседу с уважаемым, всегда ожидаемым Михаилом Вейлером. Так что не пропустите. Ну, а сегодня другой Михаил, тоже наш большой друг и хороший товарищ блогер из Нью-Джерси. Михаил Герштейн. Миша, добрый день. Да, иногда известный под кличкой Фердинанд Прометреев. Да, но ты раскрываешь такой секрет Полишинеля, что ты понимаешь, это чревато в наше непростое время. Потому что, как говорится, врат не дремлет. Вот только с Сережей сейчас обсуждали вопрос, что многие-многие наши хорошие друзья, как правило, консервативных взглядов, оказываются в так называемом бане на месяц. Вот буквально сегодня очередной боец, мой друг Андрей Гаврилов, попал в это дело. Ну, то есть... А он-то за что? Он же музыку пишет. Гаврилов, он музыку исполняет. Но он пишет очень такие комментарии у него. Кстати, совершенно продолжая тему ТВ-клуб «Континент», я хочу добавить, что беседы с Андреем Гавриловым настолько насыщены и настолько богаты содержанием, что я такого вообще ничего больше не слышал. То есть человек, настоящий философ и в политике, и в музыке, глубочайший человек. Да, ну, это я не устаю повторять. Более того, я очень редко применяю слово «гениальный», так вот к нему оно вполне подходит. Ну, не все в чем ответ получают, побеждают на конкурсе Чайковского, поэтому можно использовать это слово. Я хочу просто, чтобы задать тон нашей беседе немножко, да? Ну, задай, попробуй. Немножко провести параллель между Россией и Америкой с помощью Николая Травкина. Запомнишь такого? Был во время... Наверное, те, кто успел застать это дело, помнят такого. Депутат, да, по-моему? Да, депутат, он там то ли тракторист бывший, то ли еще чего-то. Он достаточно активный в Фейсбуке и достаточно злой, как бы, с долей иронии, естественно, с долей сарказма. И тут у нас Джордж Флойд, у них Михаил Ефремов, который там в аварии, будучи совершенно в трибунант пьяным сел и погиб. Это история знакомая, да-да-да. А, вот, и поэтому он по этому поводу... Это просто как аналогия. Мне просто очень понравилось, я уже третий день читаю, еще выучить не могу, поэтому читаю по бумажке, можно сказать. Как же много среди нас людей высоконравственных, не запятнавших себя ни поступком, ни даже полносом неприличным. В советское время жили они строго в соответствии с моральным кодексом строителей коммунизма, а уж как жизнь перевернулась-то, открыли Библию и ни на шаг не отступили от заветов божьих. Страшно даже подумать, что мы могли бы и не узнать об их существовании, если бы не трагическая авария с участием Михаила Ефремова. Но у нас тоже абсолютно то же самое, только, правда, немножко в других масштабах. Ты знаешь, я уже это говорил, может быть, я повторюсь, но как-то в моем представлении я все мог представить, любые беспорядки. То есть меня ничем особо не удивишь в этой жизни, ну так уж прожил достаточно. Но вот когда золотой гроб по стране потащили, вот тут я открыл рот, это было действительно что-то невероятно крутое. А теперь ты, извини, теперь ты знаешь, какие предложения идут, да, вот группы трудящихся, если ты не читал, я тебя могу просветить. Группы трудящихся говорят о том, что на места освободившиеся вот эти вандалы убирают. Но, кстати, идет такой призыв, чтобы постаменты они не трогали. Вот всех ненавистных они могут убрать, а вот на это место аккурат поставить святого Флойда и, в общем-то, приходить и, соответственно, читать там молитвы и так далее. Ну вот последним, последним, последней жертвой стал, кто у нас, Теодор Рузвельт, буквально вчера или сегодня, памятник, который стоит перед музеем естественной истории в центре Нью-Йорка. Не в центре, ну, в начале музейной мили, вот, и уж чем он там им не угодил, и тоже непонятно. Ну, если сжигают памятник Джорджу Вашингтону, то есть уничтожают памятник Джорджу Вашингтону и сжигают американский флаг, то тут уже ничему не удивляешься. Грант тоже попал под расклад, казалось бы. Ну, даже сейчас город Колумбус-Ахайя, кстати, Ахайя хотят переименовать, поэтому, ну, округ Колумбия, насколько я понимаю, тоже, ну, наверное, сейчас историю перепишем, сейчас окажется, кто у нас там Америку открыл, я уж не знаю, кто, наверное, какой-то родственник Джорджа Флойда, значит, дальний, не дальний, как бы. Ну, ты же знаешь эту историю с Америкой Веспуччи, который, в общем-то, и в честь кого назвали, но на самом деле, ну, так сказать, там довольно веселая история была, потому что, естественно, он не был первый, но его имя засветилось, вот так. Да, но, ну, потому что Колумб вообще не туда плыл, он вообще не туда, и вообще он был скромный, хотя, как видишь, не совсем правильный человек по современным понятиям. Да. Ну, понимаешь, если уже Дон Кихот и Санчо Пансо и Сервантесом стали не совсем правильными, то что уж тут говорить вообще. А вообще они, Крушители, знают, что он тоже в рабстве побывал? Ну, вряд ли. Тут, как кто-то сказал, что, собственно, если их спросить о тех памятнях, которые уничтожают, ну, про Черчиллем, то, что в Англии большая активистка, политическая, которую спросили, почему они хотят убрать памятник Черчилла, он сказал, я с ним самим не разговаривала, но, видимо, он не очень хороший человек. Ну, это печатали. Что-то в этом духе. Ну, давай мы сейчас вернемся к нашим этим баранам. Ну, давай, давай, да, про баранов обязательно. Ну, номер один у нас сейчас стал Джон Болтон, естественно, вот, который, ну, он уже был, вот, просто сейчас, наконец-то, его книжка дошла до продаж, вот, Министерство юстиции пыталось ее остановить, но сказали, что, в общем, ну, он не прав, то, что там разболтал всякие свои разговоры с Трампом, но бог с ним, типа, продавайте, вот, ну, смысла в этих продаж большого нету, потому что Вашингтон Бост, Нью-Йорк Таймс и все остальные дружно все рассказали, что он там сказал, что Трамп вообще там никуда не годится, и вообще, и он там все, что он делал, это все только для того, чтобы быть переизбранным, и все переговоры со всем. Но когда там народ начал разбираться, самое интересное, что самым большим его критиком стал не Трамп, естественно, который сказал, ну, который, честно, урода назвал уродом, значит, а его начальник пресс-секретарь. Не пресс-секретарь, а тот, кто за пресс-релизы, работу с прессой в этом, в Совете госбезопасности отвечал на нацбезопасности. Он сказал, что, в общем, собственно, Болтон самым главным чуть ли не преступлением Трампа считает, что Трамп не разбомбил Иран, когда Иран сбил этот беспилотный дрон. И это, говорит, было ужасно. Чего, говорит, в этом, говорит, было особо ужасного, если Трамп не хотел, чтобы погибла куча ни в чем не повинных людей, говорит, не очень понятно. То есть, если Болтон считал, что это нужно, то это не значит, что президент не может принять другого решения. И он, говорит, в общем, собственно, Болтон, как и многие другие, вот только что пришел как раз имейл насчет того, что Фиона Хилл тоже, она считала, у нее был свой взгляд на то, как нужно выстраивать отношения с Россией, а Трамп ее не послушался, вот, значит, что они считают, что мы выстраиваем какие-то отношения, а они нам, они говорят, как надо ее делать, а Трамп берет их и не слушается. Поэтому он самый коррупционный президент, никуда не годится, и вообще, и потом Болтон еще даже сказал, что вообще импичмент, они только Украиной занимались, а надо было заниматься всем подряд. Хотя, как мы помним, во время импичмента он нам не хотел, особенно никуда не рвался выступать. Во-первых, во-вторых, даже если бы рвался, ему все равно не дали, потому что есть executive privilege. То есть, президент может сказать, что все разговоры, которые были частные, то есть, разговоры президента с его непосредственными советниками, они не должны быть разглашены, если президент этого не хочет. Там Болтон еще успел сказать, что Трамп хотел заменить Майкла Пэнса и так далее. Ну, понятно, что это весь бред сделан только исключительно для того, чтобы Болтону хорошо жилось. Миш, смотри, все обиженные, ну, достаточно понятно их поведение. В данном случае он ничем не отличается от прежде ушедших, также и Мэттиса и прочих других. Но вот ответь мне на такой вопрос, вот мы как раз материал воспроизвели у себя в континенте, буквально вот недавно поставили его, ну, недавно я имею в виду сегодня. Так вот, там заголовок такой, что Болтон гордо заявляет, что он не будет голосовать за Трампа. В материале рассказывается, что он, да, не будет голосовать за Трампа, но также он говорит, что ничего подобного, ну, устами своего пресс-секретаря, что он не будет голосовать за Байдена, а будет голосовать за какого-то исключительно, значит, консервативного кандидата. Вот раскрою мне такой секрет и нашим слушателям, за кого? Я не знаю, но найдет кого-нибудь. Где? До каких выборов? Какого года? Ну, потому что, если Болтон скажет, что он будет голосовать за Байдена, его съедят все свои же, значит, если, потому что демократы его любят сейчас, вот два дня они его любят, через два дня они, естественно, о нем забудут. Ну, это будет вопреки его тоже убеждениям каким-то, как ни крути, он достаточно человек правого края, как он может. Воевать хотят и те, и другие, поэтому он из них самый активный, поэтому убеждение его это только, чтобы послать куда-нибудь какие-нибудь войска, поэтому тут как бы ему все равно. Но просто если, это он таким образом обозначает, что он готов работать, если опять администрация будет республиканская, чтобы типа его не списывали, что вот он типа на Трампа обижен, но куда ему там, если в Пентагоне дадут какому-нибудь там пост, он совершенно возражать не будет. Это все понятно. То есть тут разговор о том, что ему гонорар выплатили, в принципе, за книгу, да, был такой, что аванс вроде 2 миллиона, но потом в Траст организовали, если какие-то поступления от продажи, и есть подозрение, что эти деньги он не увидит. А 2 миллиона тоже не бог весть, да, заканчивается когда-нибудь, и ты считаешь, что ему нужна все-таки дальнейшая работа? Поэтому да, потому что иначе бы он сказал, что он пойдет голосовать там за Байдена или еще какому-нибудь... Не, ну за Байдена это было бы фи вообще, знаешь, ну как бы не очень с ним вяжется. Он переосмыслил и думает, что... Ну, неважно, не будем думать... Хорошо, хорошо. Давай перейдем теперь от Байдена к событиям в субботу. Во-первых, как мы знаем, ралли, которое прошло в городе Талса в Оклахоме, должно было состояться 19 июня. Но тут неожиданно все вспомнили, что 19 июня это страшный день, страшный день. Хотя я вот, честно говоря, честно говорю, что я не понимаю, чем это такой страшный день, потому что 19 июня это был день, когда была подписана декларация об эмансипации, в общем, об освобождении рабов. Чего уж такого... Подожди, Клавдираш не страшный он, наоборот, праздничный. Ну как праздничный, это теперь праздничный. Сначала кричали, что Трамп расист, когда Трамп объявили, что Трамп будет, ралли собирается устраивать 19 июня, кричали, что это расист, что в такой день устраивать это вообще, это верх расизма. Вот, это ужасно. Поэтому там Трамп и его пресс-секретарь пытались отбиваться, отбивались, 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 но решили, бог с вами, хотите, кричите, вот вам ее перенесли на субботу, на 20 июня. А в итоге после этого тут же все стали бросились требовать и говорить, что теперь 19 июня джунтинф, как это здесь называется, будет выходным. Ну я так понимаю, что теперь 4 июля нам отменят, потому что ведь это же одни рабовладельцы подписывали декларацию независимости. Вот, их памятники уже почти все... Ну может еще отгуляем этот год как-то, да? Не, ну этот год, они же очень мудро сделали как, что они решили этот праздник утвердить, допустим, не 5 июня сказать, что 19 июня выходной, а они 19 июня сказали, что давайте будем, что в этом году уже не будет, будет типа уже в следующем. Вот, а ралли было, конечно, интересно несколькими вещами. Во-первых, это первое за три месяца, когда вообще народ собрался. Во-вторых, желающих там было записалось очень много. Я не знаю, часть из них пришла, не пришла, возможно, из-за того, что перенеслись в пятницу на субботу. Все-таки, скажем, даже в условиях карантина, или почти что закончился с карантина, суббота, день гораздо более семейный вечером, чем пятница. Поэтому многие могли передумать и не пойти в субботу. Во-вторых, вокруг ралли было много протестов, как обычно, потому что все это шуши, которые сейчас из города в город ездят, их много. И они блокировали доступ желающим к пропускным пунктам, которые проверяли. И поэтому часть не пришла, а часть просто вполне возможно не захотела все-таки из-за вируса, потому что... А, Миша, извини, объясни, что за коллизия с фальшивыми заявками? А, ну, это считается, что очень многие, что для того, чтобы не пошли те, кто хочет, все вот эти либералы заявили, что они хотят пойти, поэтому им билетов же количество ограничено, им там выдали. Поэтому много народу из тех, кто хотел пойти, билет не получили. Или просто, ну, сказали, что там в какую-то последнюю очередь, там, и так далее. Но это же сделали таким хайп, вокруг этого какой возник. Ну, они каждый раз это делают. Что якобы Трамп, там, тра-та-та, там, миллион он заявил, что хотели, а зал был не заполнен. Ну, зал не заполнен. Но, скажем так, зал не заполнен, там, на 20 с чем-то тысяч зал, у него не были заполнены верхние яры. То есть, верхние... Ой, ну, это же уже преподнесли как... Не, ну, это уже пишут, что, как я сегодня, кстати, слушал по радио Эндрю Вилку, у него очень хорошее консервативное радио с 12 до 3 на Sirius XM. И он говорил как раз об этом, что если бы был полный зал, все стали бы кричать, что вот, это все из-за коронавируса, никого не бояться, тут вот ужасно, ужасно. Как так можно это нарушение всех новых санитарных норм? Когда зал оказался заполнен, там, на 3 четверти, или на 4, на 8, или на 80 процентов, оказывается, что вот все, у Трампа сторонников практически не осталось. Это, в общем, пока это все, конец Трампа. Хорошо, а что в его речи тебя, вот, скажем, наиболее... Ну, во-первых, очень понравился этот новый термин, ну, тут же прозванный расистским, это кунг-флу. А, да. Я уже читал об этом. Нет, это, естественно, расистский термин, потому что мы не можем говорить, что это китайский вирус, и все, и кунг-флу, это понятно, что, то есть, это расистский термин. Второе это было, это, конечно, вот эта вот трогательная история про то, как Миланя ему, после того, как он выступал перед кадетами, сказала, что вот, смотри, говорит, твое, ты там трендинг в Твиттере как номер один. Он говорит, что такое, все цитируют мою речь? Он говорит, да нет, они, говорит, все рассказывают, как ты спускался по этой платформе после речи. Вот, и там, оказывается, там история была такая, что была высокая платформа, с которой она без перил, без ничего, стальная, скользкая достаточно. У него, естественно, как у интеллигентного человека, хотя теперь это уже понятие, не знаю, к кому относится уже, уже непонятно вообще, что это теперь такое. Вот, у него ботинки были приличные, вот, не кроссовки там какие-нибудь, а ботинки на достаточно скользкой подошве, на кожаной, вот, и он боялся достаточно аккуратно, пытался спуститься, потому что, как он прямо сказал этому генералу, который там был рядом, говорит, что если, говорит, я сейчас там пойду, вы что, говорит, я же не могу, я свалюсь на собственную задницу. Это он, честно, сказал, сказал прямо на ралли, и он пошел аккуратно спускался, а последние 10 футов, он, ну, там, 3 метра, он уже пробежал, потому что уже земля близко. Он отложился. Уже, да, но все СМИ, естественно, показали вот этот вот кусочек, где он спускался очень аккуратно, и все стали рассказывать, что у него Паркинсон. Вот. А Паркинсон вообще передается по почте, скажем, от этого господина, который сидит у себя в Делавере, там, подвале? Ну, я не знаю. Пока, я не знаю, у него там, по-моему, не только Паркинсон. Не, ну, слушай, не, не, слушай, он всего-навсего. Я в большей степени думаю слабоумие здесь, да? Ну, у него, у него-то, безусловно, потому что он забывает фразу, он говорит, говорит что-то. Может, там же был замечательный эпизод, когда он записывал какое-то предвыборное выступление, читал, причем с телефона, даже не с бумажки, читал с телефона, читал, читал, в середине встал и ушел. Ну вот, кстати, скажи мне, пожалуйста, хорошо, это ралли, в принципе, показало, что Трамп в форме, что он... Ну, час сорок пять он выступал. Не, и он достаточно, потому что у некоторых, вот с кем я говорю, какое-то мнение сложилось, что он вот несколько не в своей тарелке себя чувствует в связи, понятно, с происходящим в стране, и поэтому вот он непривычно выглядит каким-то унейлом и так далее. Не чувствовалось, да, вот этого всего? Не, ну нормально, как обычно. Как обычно. И уровень энергии, конечно, был очень высок, как обычно, на его ралли, и, конечно, как обычно, он эти почти два часа без бумажки, и все было очень хорошо. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше, но мы же видим, что с Джорджем Флойдом там мы его две недели или три недели хоронили, уже клику святых практически причислили, но осталось там, наверное, чуть-чуть, чтобы там Папа Римский подписал, и все. Ну, а этот Папа подпишет. Да, да, и этот тем более, да. Этот свой Папа, он как раз тоже любит там ноги мыть, и все такое. Вот, поэтому тут уже все решено, но он закончился, поэтому как дальше же делать было нечего, потому что как дальше разрушать страну перед выборами? Ну, теперь опять цифры там по вирусу поползли вверх, все стали опять кричать, что вот опять, опять надо все закрывать, опять там цифры ползут вверх. Хотя надо смотреть все-таки не на те цифры, которые ползут вверх, а на общую тенденцию. И общая тенденция, вот вчера или позавчера было, к счастью, к большому, минимальное количество смертей с марта, с первого марта, по-моему. Не с первого марта, а там с двадцатого марта. Первого марта еще вообще ничего не было. Не, ну, эти оппоненты надеются, потирая ручки, что, скорее всего, там уж бабахнет, и тогда можно будет предъявить опять все как-то. Не, ну, сейчас Трамп уже объединяется в том, что сколько народу безработица, что вот гораздо больше, чем приобами, и так далее. Да, да, да. Как будто он закрывал эту экономику, и как будто он не держал ее закрытой больше, чем нужно. Ну, это, да, их двойная мораль давно известна, так что с этим мы сталкивались и будем сталкиваться. Хорошо, буквально, я бы еще хотел тебя спросить по поводу Верховного Суда, но боюсь, у нас просто до перерыва уже совсем мало. Ну, то Том Каттон же уже потребовал, чтобы Джон Робертс ушел в отставку, вот. Ну, одно Том Каттон, как мы знаем, он же теперь персона Нонграда, потому что Нью-Йорк Таймс устроил скандал из-за той заметки, которую он написал. А теперь, кстати, после этого Нью-Йорк Таймс совершенно спокойно написал какую-то совершенно антисемитскую тоже редакционную заметку. Ну, не редакционную, а вот опинион. А, опинион. И ничего, никого не волнует. Нет, 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 это, 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 пожалуйста, мы знаем. Вообще-то, если проследить падение этой некогда серьезной газеты. Обидно не это, обидно то, что, как обычно, 80 или там 90 процентов евреев все равно будут голосовать вот за этих оголчевых антисемитов. Ну, евреи, евреям рост, давай мы сейчас отдохнем немножко и, может быть, на эту тему и поговорим. Да, да. В том числе. А пока послушаем объявление. Возвращаемся в программу. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. И в этом сегменте вы можете звонить, задавать вопросы и получать на них ответы. Ну, а пока продолжим. Да, или не получать, если мы не знаем таковых. Так тоже может быть. Все равно же что-нибудь скажем. А? Все равно же что-нибудь скажем. Что-нибудь обязательно. Напоминаю, что сегодня Миша Герштейн с нами из Нью-Джерси. И мы продолжаем наш разговор о текущих делах. Ну, в общем-то, все-таки... Тут разваливаются, похоже, эти два новых государства. Ну, одно, да, ЧАЗ или ЧОП, как оно там называется. А, да. В Сиэтле у них два дня подряд у них уже стрельба. Ну, без полиции, видимо, народ смог прожить не очень долго. Поэтому уже, в общем, там, похоже, дело заканчивается. Потому что там уже что-то горит. Кто-то сказал, что это, в общем, наш американский Ирак. Уже, вот. Ну, или Ливия, наверное. Что мы там пришли, увидели, победили. Или там, как это Филари говорила. Ну, что-то такое. Потому что там уже все что-то горит. Уже стреляют. Уже все. Ну, понятно, без полиции же легко жить. Вот. Они там еще никак не могут договориться, кто же будет в их этом совете. В консуле. Они там все время меняют правила, насколько я читал. Там, потому что они говорят, что у них должен был быть один африкан-американ, одна там женщина, один еще кто-то. Потом оказалось, что забыли тех, других этих. И, по слухам, у них там уже дошло число этих членов Совета, там, человек до 15, по-моему. Ну, еще 50 с чем-то этих джендер осталось неохвачено. Поэтому не знаю. О, да. Еще им долго договариваться. Ты знаешь, ты сказал, закончится история. Меня больше всего волнует. А как же огородики там? Ну. То есть, с ними будет. Ты видел, да, как они взращивают? Да. Как семена бросают в эту страшную землю. Главного огородника всего Советского Союза мы же помним. Я, правда, не помню, как его зовут. Который был в Чонкине. Хорошо, у нас есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая просьба. Вы целую передачу перебиваете Герштейна. Не даете ему сосредоточиться. Так как я в тренде протестующих сейчас, я хочу вас попросить руки против Герштейна. Герштейна. Ну, хорошо. Дело в том, что Герштейна надо иногда перебивать. А то он заведет вас, как Иван Сусанин, знаете, в какие... Да, ну да, уже до четкой надо шли, поэтому, да. Хорошо, так вопроса нет, да? Только руки прочь. Хорошо, идем дальше. Рассказывай, не перебиваю. Да. Ну, звонков больше нет, можем продолжить. Ну, там еще было, вот возвращаясь к Джону Робертсу, это, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно, когда один президент принимает, подписывает совершенно незаконный указ про это ДАКа, по временному предоставлению какого-то там убежища, я уж не знаю чего, детям нелегальных иммигрантов, какие-то временные права. Другой президент пытается этот незаконный указ отменить, и Верховный суд говорит, что нет, нельзя. И это вообще, конечно, полный бред, и, конечно, то, что Том Коттон поднял голос и сказал, что Джон Робертс должен уйти в отставку, это совершенно справедливо, потому что это, конечно, известная проститутка, это Джон Робертс, который испортил, извините за такое грубое слово по отношению к председателю Верховного суда, но он испортил, как все помнят, отмену, он признал Обамакер, Налог на отказ от Обамакер признал конституционным, хотя нигде в Конституции не написано вообще, что у граждан есть право на какое-то там медицинское обеспечение, тем более на уровне федерального правительства. Пожалуйста, покупайте свои страховки на уровне штатов, покупайте то, сё, пятое, десятое, но заставлять людей платить деньги, если ты это не покупаешь, это, извините, такой социализм широкого профиля, обамовский, такой в чистом виде, конечно. И Джон Робертс посчитал, что это не налог, а что это там, как он там это назвал, что это вполне нормально, он же там еще даже написал объяснение. Да, ну я тебе хочу сказать, что только час назад я пост в Фейсбуке поставил на тему именно председателя Верховного Суда нашего и задался только одним вопросом, какой же компромат на него имеют Обама и компания, что он, как, знаешь, как верный продолжатель, не знаю уж чего, встает плечом к плечу с либеральными левыми судьями, в то время, когда решаются вопросы, которые, ну, скажем так, судьбоносные для страны. Ну, кто-то, кстати, предположил, что, как бы, из них, из всех только два настоящих консервативных судьи, потому что это Клайенс Томас и, собственно, Брэд Каванн, потому что они оба прошли через этот ад, связанный с их назначением, и смогли добраться все-таки до назначения, а остальные все боятся, что с ними сейчас устроят то же самое, и поэтому даже Нил Горсич на этой неделе тоже проголосовал. Да, да, вот. Но он был не один, поэтому то, что он там был, это оказалось менее значимым, чем то, что там был Джон Робертс, но, в общем, должен сказать, что это, конечно, очень печально. Вот. И надо только надеяться, что все-таки Трамп еще будет четыре года, и что судья Гинсбург все-таки, наконец, уйдет на заслуженную отдыху. Да, на это мало рассчитывай, потому что ее дух будет храниться долго в этих стенах, но мне кажется, что вот если пропихнут такую инновацию, как 15 судей, вот это будет, конечно, крышкой этому институту нашему. Как ты думаешь, такое возможно вообще? Ну, вряд ли, потому что это изменение в конституции, так легко это не сделаешь. Ладно, послушаем, послушаем, радиослушатели. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В этом противостоянии демократов, и где они в основном атакуют, и республиканцев, которые в основном отступают, на что рассчитывают республиканцы? Или всего лишь вся надежда только на Трампа? Спасибо. Спасибо за вопрос, Миша. Ну, Трамп в 2016 году был паровозом, который потащил за собой всю партию, хотя партия его в то время ненавидела. И даже в 2018 году, исключительно благодаря Трампа, он заработал пару мест еще в Сенате. Поэтому я надеюсь, что все республиканцы, которые в тех округах, которые пытаются делать вид, что они анти-Трампа или нео-Трампа, они все-таки понимают, что если они попросят Трампа, он придет и выступит с пламенной речью, и им поможет. Но они, конечно, как обычно, республиканцы же никогда особенно ничего не делали, просто демократы успели за это время обнаглеть и полеветь, как это, то есть даже по, я даже не знаю, как это сказать, по, их уже даже коммунизм не зовет, это уже что-то более радикальное. Они ушли далеко влево, это... Вот, есть такой журналист Керт Шлифтер, вот, который, кстати, именно вчера, вот как раз вчера в Твиттере написал достаточно подробный, там, из 20 твиттов, наверное, потому что они пишут же там по кусочкам с продолжениями, вот, романы, он написал очень интересную вещь насчет того, что все эти беспорядки нужны, то есть это не то, что массовые беспорядки на самом деле, это хорошо организованные беспорядки, в которых участвует не очень много народу, и основная цель это, чтобы у избирателя создалось впечатление, что это массовые беспорядки, и чтобы избиратель заколебался и решил, что нужно голосовать там за, как это, за сильную руку, как мы любим говорить, да, а на самом деле они все эти беспорядки могут, они хорошо контролируются и хорошо, и могут в любой момент прекратиться, и просто избиратель должен понять, что же на самом деле происходит. А кто-то, кстати, процитировал по поводу происходящего, по поводу всех этих памятников и книг и фильмов, ну, потому что в очередной раз запретили «Унещённые ветром», да, значит, в очередной там снесли какая-то куча памятников, хотят ещё что-то сносить, процитировал очень подходящую по этому поводу цитату Оруэлла из 1984, которую он, кстати, написал уже сколько, 70 лет назад, 72 года назад, в 1948 году, просто один в один. Поэтому те, кто это организовывает, они, видимо, перечитали эту книжку и делают строго по инструкции. А насчёт этих памятников и насчёт всего остального, но я с Лихтаром согласен, то есть, может быть, он чуть-чуть выдаёт желаемое за действительное, потому что, конечно, народ, который выскакивал и побил витрины, и поуничтожал машины, и поубивал людей, к сожалению, таких оказалось достаточно много. Но сейчас не слышно ничего, кроме каких-то организованных... Отдельные всё равно есть. Окей, у нас звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Ну, я ещё раз говорю, что я послушал выступление Трампа. Там же было очень важные фразы о том, что Байден – предатель Родины. Для того, чтобы заявить такие слова, как предатель Родины, значит, надо иметь что-то не только в кармане, а вообще хорошие какие-то доказательства – это раз. И второе. Он сказал о том, что за сжигание американского флага надо давать год тюрьмы. И вообще-то много интересных фраз. Как-то всё это остаётся в стороне. А, по-моему, это очень важная речь, на которой главный вопрос сегодня. Извините, что я вот так вот грубо жрю. Спасибо за дополнение. У каждого есть войны какие-то. Это очевидно. Ну, это не то, что очевидно. А насчёт того, что за осквернение флага неплохо было бы народ и сажать, это, конечно, правильно. И многие, конечно, это поддерживают. С одной стороны. С другой стороны, тут очень начинается тонкая грань свободы слова, первой поправки, против которой как раз вся левая, ультралевая машина СМИ борется. Поэтому идти на этом поводу, потому что как только он скажет, что за это надо сажать или кого-то посадит. Погоди. Хорошо. А как насчёт вандализма? Как насчёт снесения памятников без каких-либо на то? У них что, бумага есть на то? Вот решение мэрии? Нет, всё правильно. Но тут вопрос, что является вандализмом, что является выражением своих надежд и чаяний. Потому что эти антиамериканцы, которые сжигают флаги, это как бы их политическая позиция. Она, конечно, не должна быть никем, ну, не должна приветствоваться, но это как бы политическая позиция. Снос памятников, уничтожение машин, уничтожение бизнесов, битьё стёкол и грабежи, это всё уголовные дела. Всё-таки флаг – это символ, поэтому, как бы, я не знаю. То есть их посадить – это, конечно, неплохая идея, но очень уж какая-то советская. А насчёт того, что Байден предатель, ну, это же и так знают. История, если он продавал место вице-президента за деньги Украине, Китаю, там, я не знаю, кому ещё, там, всей Европе и всей Азии, то, безусловно, он предатель. Вот, если китайские интересы для него выше американских, то как его ещё можно назвать? Или, ну, скажем, для него выше были, наверное, не китайские интересы, а интересы Хантера, Байдена или всех его там родственников, но это всё-таки, конечно, на грани предательства. Когда полтора миллиарда долларов выделяется неизвестно какой фирме, Китаем только из-за того, что Байден привёз с собой своего сына, вот, понятное дело, что это просто взятка в особо крупных размерах. Коррупция называется. Коррупция, да, да. Коррупция, как эксторшн, вот это красивое слово, да? Да, слов можно много тут. Но в любом случае, ведь если такой человек каким-то образом попадает в Белый дом, то продолжит. Ну, он же не попадёт. А, он не попадёт? Потому что тут же... Понятное дело, что... То есть либо его на съезде заменят, там просто потому, что... Он же не сможет прочитать речь. Как он может прочитать речь эти полутора часов, стоять на трибуне и читать речь? Накачают его всякими этими... Ну, а ты представляешь, как накачанный человек с Альцгеймером, что он там понесёт? Вот. Ну, что понесёт, то понесёт. Вот. Ну, ты, кстати, у тебя есть шанс это увидеть лично, да. Но я думаю, что его просто заменят. Или ему дадут там какого-нибудь вице-президента, типа какой-нибудь Камала Харрис или там Кори Букер. Я уж не знаю, кого они там придумают. И Байден тут же по состоянию здоровья скажет, что я не могу. И, в общем, править будет кто-то другой. Не... Хорошо. То есть я тоже плохо себе представляю дебаты в участии Байдена и Трампа. Это как-то вот такая какая-то картина немножко космогорическая. Байдену, точнее, извиняюсь, Байдену в ухо, как и оказывается, запихают наушник и будут ему там нашёпотывать что-то. Вопрос только в том, как он это потом сможет донести. Вот. Потому что, когда он начинает говорить сам, он же двух слов не может связать. Мы его совсем... Любим мы его не только за это, я понимаю. Опустили ниже Плинтуса. А вот он же такой тяжеловес, такой человек, который столько лет в американской политике. Наверное, его сторонники знают массу очень важных законопроектов, которые через него прошли. Ну и так далее. Сторонники этих законопроектов не знают, потому что, как известно, он не даёт свои записи открыть, которые хранятся в Деловецком университете. Он запрещает, потому что говорит, что там личные всякие переписки, секретные и так далее. Это нельзя. А насчёт того, что... Ну, все помнят, как он в 70-е годы, у него лучшие друзья были расисты в том же Сенате. И никого это тогда не смущало. Сейчас это тоже мало кого смущает. А у нас другие времена. Так, ладно, у нас есть звоночек, попробуем его принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу маленькую имару сказать, что, конечно, Байдона не могут ещё и заменить, это ладно, но, в принципе, дебаты, они же вещь не узаконенная. Это с Никсона началось, а до этого не было. Поэтому вполне он может и отказаться от дебатов. Это тоже не будет нарушением большим. Нарушением не будет, но вы себе представляете, как это будет. выглядели... телевизору по СНН, который уже никто не смотрит, вещать в таунхоллах... Да, ну-ну, это понятно, это даже не обсуждать. Да, поэтому если... Дебаты были давно, дебаты ещё были... Одни из первых это у Линкольна, правда, это были засенатские. Когда-то были одни, сейчас три, а сейчас... Руди Джулиани, кстати, хочет, по-моему, увеличить количество дебатов. Так у нас звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Была в еврейской газете статья Каролины Глик называется «Трамп, будь Трампом». Она хорошая статья, как всегда, у Каролины Глик, но я призываю... Ну, не призываю, я просто советую многим прочесть. Коммент был там Сарно, Эдмонд Сарно, тоже небезызвестный лично. Длинный коммент, очень глубокий, он может быть даже интереснее, чем сама статья. И там идея была такая, что, ну, фактически, фактически поворот важный, как бы пройден уже, потому что, там идея такая, что, потому что даже Трамп не решится, потому что американская публика не готова произнести что-то типа того, что affirmative act абсолютно провалился и не сыграл свою роль, что там негритянская раса, так сказать, ну, не способна на многие вещи в общей своей массе и так далее. И там говорится, что, возможно, Трампу бы стоило сказать, сколько денег потратено было на все вот эти вот союзы там, ну, работу, поддержку ООН и прочее, что надо давно уже выйти из этих организаций. и наоборот. Спасибо, я благодарю вас за этот комментарий, просто он очень длинный, а у нас времени мало осталось. Да. Ну, насколько я понимаю, из организации здравоохранения мы уже вышли практически, вот, из ООН надо выйти, конечно, давно, потому что это вообще не понятно. Но, кстати, я должен сказать, что сегодня еще было одно важное событие, потому что республиканцы наконец-то собираются, то ли собираются, то ли уже подписали петицию или не петицию, а согласие с позицией Трампа по поводу того, что Израиль имеет право проводить ту политику, которую он хочет. то, то, ну, говоря по Катерине Глик, поэтому израиль, потому что раньше же это было, что Израиль должен под нашу дудку плясать, как и все остальные, потому что ему там деньги дают, и наконец-то, в общем, первый президент, который говорит, делайте, что хотите, там, мы к вам, ну, позиция невмешательства, очень правильная позиция, от которой мы давно отвыкли, вот, и это то, что Болтона, все того же Болтона, очень выводило из себя, что как, это так, надо, говорю, надо бомбить, а он не бомбит, это же измену, вот это измену Родину, тут, кстати, про Болтона, возвращаясь к Болтону, только что, вот в перерыве как раз пришло, Сара Сандерс тоже пишет книжку воспоминаний, и она рассказывает о том, какой Болтон, Болтона, оказывается, ненавидели все, потому что он, у него было немножко головокружение от успехов, как это называлось при товарища Сталине, он посчитал, что он там самый главный и требовал там себе свой эскорт, в смысле, эскорт, ну, свои машины, на своих самолетах, вместе с Трампом он не летал, летал на своем самолете и так далее, то есть у него немножко снесло крышу от того, что он там пробовал в Белый Дом. Понятно. Не, ну, надо заметить, что он был и представителем ООН, ну, конечно, это же... Не, представитель ООН это одно, а то, что он там... Немножко пожиже, чем, да, советник по нацбезопасности. Хорошо, у нас есть звонок, еще чуть-чуть времени, слушаем вас. Еще раз здравствуйте. У нас на Дэвиденраде в Нью-Йорке Сева Каплан сообщил, что демократы могут вполне вместо Байдена на дебатах пригласить либо Обаму, либо Клинтонов, либо Хилла, либо Билла. Как это может быть? Да, я такое где-то встречал, но что ты скажешь, Миша? Ну, из этих троих дебатировать мог когда-то только Билл Клинтон, но я думаю, что он уже давно разучился, поэтому... Потому что Хиллари, мы видели, как она на дебатах четыре года назад выступала, теперь с увеличением алкоголя в крови это будет еще хуже, а Обама без бумажки и без микрофона в ухе вообще говорить не может, как мы знаем, он запинается, сбивается и так далее. Ну, вообще, вообще это что за раз? Что это значит? Что, запасные игроки выходят? Что это такое? Нет, не говоря уже о том, что это такое, если народ выбирает не Обаму, не Клинтонов, а выбирает Байдена, поэтому... Нет, материал у нас выходил как раз, что если выигрывает Байден, условно говоря, если мы представим себе, то это третий срок Обамы, ты согласен с этим? Ну, или пятый Клинтонов. Ну, на самом деле, конечно, это братья совершенно в шестнадцатом году не собиралась упускать власти, но вот так получилось. Мы увидим по всему, что сейчас происходит, да, слава богу, все-таки с Вильям Барра, тут еще же была эта история с отставкой прокурора окружного Нью-Йоркского, как-то его уволили. Та минута есть, рассказать. Он сказал, что он не уйдет, потом ему Вильям Барр сказал, что ты уволен, но он сказал, что он никуда уходить не собирается, потом Трамп, ссылаясь на письмо Бара, все-таки уволил, и тот вздохнул, сказал, да, ладно, все, ухожу, но это все неправильно. А чем он отличился, ты хоть скажи, Родис? А, ну отличи как, он тем, что он сам отстранился от всего, что этот округ Нью-Йоркский вообще там занялся расследовать всех и все Трампа без всякого, без состава преступления, пытаются чего-то найти, он сказал, поскольку меня Трамп назначил, я не могу в этом участвовать, все, вот, то есть это полное, ну, беззаконие происходит, поэтому, это как тот же Сэшенс, который очень эффективный был человек, назначенный Трамп. Ну, скажем так, если бы был кто-то чуть лучше Сэшенса, мы бы не получили бы Вильяма Бара, поэтому надо сказать спасибо. А, вот так, интересный ход мысли. Ну, хорошо, у нас много еще, конечно, чтобы рассказать, но у нас закончилось время, спасибо тебе, что был с нами этот час, спасибо всем, кто слушал, слушайте нас, ну, и не забудьте, что завтра на ТВ-клубе Континент, Михаил Веллер, а пока, всего доброго, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова